Ну что, давайте начинать. Сегодня у нас 4 задачки по теме дискретной величины. У нас задачка 6.1, прочитаем условия. Значит у нас дана величина кси, это случайная величина. Для нее известно, что она принимает значение минус 2, минус 1, 0, 1 и 2, и это происходит с вероятностью 0, 1, 0, 2, 0, 2. Здесь неизвестная вероятность и 0, 2. Ну то есть это просто какая-то, такая форма записи случайной величины кси. Отстроить график функции распределения случайной величины, это первое, что нужно сделать. Дальше можно вычислить ее математическое ожидание, дисперсию и среднеэтапевтическое ополнение. Дальше мы сейчас запишем основу задачи снова. Отследующая кси есть. Она у нас случайная. Перепишем по табличкам. Принимает значение минус 2, минус 1, 0, 1 и 2. Это происходит с вероятностью. Нужно запомнить, что в вершином столбике, в вершином столбике у нас есть возможность замечать значение снизу ее вероятности. Которая реализуется с такой вероятностью. Перепишем 0, 1, 0, 0, 2, вопросик и снова 0, 2. Вот. Во-первых, в значении нужно найти вот этот вопрос, к чему вам нравится. И еще помимо этого нужно построить график функции распроявления, это случайные величины. И еще что? Еще, еще. Обычный математический. Да, все. Математическое ожидание дисперсии среднеэтапевтическое ополнение. Сначала займемся поиском вот этого вопросика. Его можно найти из условий того, что сумма всех вероятностей для значения величины должна равняться 1. Это сумма всех нижних значений, которые в нижней строке стоят, должна равняться 1. Вот сумма b, b, 1, 1. 15. Сейчас свои два. Ну что проиллюстрируете? Просто запишем вот так вот. Отсюда вопросик равно 1, 1, 1. Все что там осталось? 0, 2. Теперь мы запишем это в табличку. Вот мы добавили нашу табличку. Уже этот кусочек задач решили. Теперь мы найдем математическое ожидание. Ну по смыслу математическое ожидание случайной величины это самое вероятное, более вероятное значение, которое оно будет принимать. То есть если у нас есть какой-то сброс значений, которое оно принимает, минус 2, минус 1, 0, 1, 2, то математическое ожидание говорит о том, какую, скорее всего, будет принимать эта величина. Которой будет больше, как словно говоря, вероятность. Ну вот оно считается по формуле хит умножить на bит. Ну по смыслу это нужно перемножить верхний кусочек, ну как-то, минус 2 умножить на 0, 1, потом плюс минус 1 умножить на 0, 3, ну и так далее. То есть суммируем по всем значениям. Ну вот здесь я векарце делаю. минус 2 умножить на 0, 1, минус 1 умножить на 0, 2, плюс 0, 2 и 0, 2. Все перемножаем. Получилось у нас 0, 1. Это математическое ожидание. Дальше есть формула для дисперсии. Здесь даже почти никакой физики не будет, только математика. Это просто формула, которую нужно уметь считать. Дисперсия считается как математическое ожидание квадрата случайной величины. Минус квадрат математического ожидания. То есть вот здесь у нас как раз стоит то, что мы уже посчитали. Вот она. То есть только ее нужно умножить в квадрат. Ну а теперь остается вопрос, как считать математическое ожидание квадрата случайной величины. Ну и для него тоже есть формула. Он выглядит следующим образом. Это xid в квадрате . Отличается только тем, что нужно верхнее значение в квадрате. Вот получается. То же самое, что написали здесь. Только у нас между 2 в квадрате и 2 в квадрате. Ну и так далее. Всё, надо перечитать. Получается 1 и 7. Дисперсия. Ой, не дисперсия. Это мы посчитали квадрат в квадрате в квадрате. Теперь мы подставили кодную дисперсию. Потому что это 1 и 7. Почитали 1 и 7. Минус квадрате в квадрате. То есть 0 и 2 в квадрате получается. Ну ответ 1,69. Ещё задачей нужно найти в среднеквадратическом основании. Синий пиво назначен то, что мы нашли квадратическое знание и дисперсия. А среднеквадратическое в квадрате, это тоже простая формула. Можно посчитать просто корень из дисперсии. Как раз, потому что мы просто посчитаем. Корень из 1,69. Это всё равно 1,3. Ну и всё. Как бы успели. И дальше нам осталось построить график этой случайной величины. Скопируем эти различения, которые у нас есть в табличку. Построим график. График строится в следующем образе. То есть откладываем по оси X возможные значения случайной величины. По оси абсцисс функция распределения. Она обозначается большой буквы F от X. Сначала мы располагаем по оси абсцисс к горизонтали возможные значения случайной величины. Это у нас минус 2, минус 1, 0, 1, 2. Просто поставил точку. Дальше для точки минус 2 мы начинаем с самого левого. Для минус 2 мы осмотрим её вероятность 0, 1. Значит, мы по игрок оси отступаем на 0, 1. Как раз это назначил. Поставить первую точку. Дальше для минус 1 мы отсчитываем уже от этого места, от последнего, 0, 3. Ну, значит 0, 3. А значение оно принимает за ускорение 0, 4. Ну, то есть 0, 1, 3. Ночная. Ставим вторую точку. Ну, третью точку так. По аналогии просто отступаем на последнюю значение 0, 2. Ставим следующую точку. 0, 6 получается. Ну, снова 0, 2. И снова 0, 2. Ну, и забываем остальные точки. Ну, и всё. Теперь осталось нам только соединить эти линии. Мы не вспоминаем, что это величина. Она у нас дискретная случайная величина. Поэтому график у нас будет кусочек просто состоять из линий. Мы, соответственно, рисуем линию и стрелочка, как мы помним из модернического анализа. То есть стрелочка это то значение, которое, если справа опция стремится к этому значению, мы никогда не достигли этого значения. Для значения в точке 2 оно равно 0, 8. Ну, то есть это разрыв. Ну, или как обычно, в школе рисуют. Здесь кружочек. 10 нут. Ну, вот. А то, чего есть, так сказать. Стрелочка. Ну, тоже стала стрелочка. Ну и всё. Мы построили вот так функция распределения. Мы сделали всё, что нужно было за счет. Прикольно. Прикольно. Но еще остается увидеть, что функция распределения всегда лежит в пределах 0 единицы. Так же, как и для 0 единицы. Ну, это по определению. То есть функция распределения всегда лежит в 0 единицы. Ну, вот. Теперь следующая задача. В условиях задачи 6.1 нужно найти закон распределения случайной величины это, которое определяется как модуль xc. Модуль того, что мы его... Ну, вот. Например. Строить график функции распределения случайной величины и вычислить математическое ограждение дисперсии. Поехали. Мы рисуем это. Говорим, что он модуль xc. И на основе этой таблички строим такую же табличку для величины это. Это делается следующим образом. Начнем, например, с 0. Для 0 есть только одно значение вероятности 0.2. Ну, мы его расставляем. То есть значение 0. Для нее вероятность 0.2. Теперь смотрим на 1. Для нее есть вероятность 0.3 и 0.2. Потому что мы эту модуль уберем. Соответственно, эти вероятности нужно просто сложить. Вот здесь 1. 0.3 плюс 0.2. Здесь вероятность 0.5 будет. Ну, и для 2 остается у нас вероятность 0.3. Ну, и также нужно проверить. Проверить в себя правильный опыт считаемой вероятности. То есть сумма нижнего стопа должна равняться к линице. Ну, вот так и получилось. Дошли эту табличку, увеличиваем это. Ну, и дальше в отработанном селе уже. Все, реально считается. Клинице. Теперь нажимаем на второй ноте. Причем ответ. Добавляем к желанию. Добавляем к желанию. Добавляем к желанию колори этой величины. А здесь табличку сразу считаем. Полицию 9. Ну, теперь снова строим гребет. В случае, по аналогии ставим сначала по оси x это значение, которое принимается, чём увеличено И откладываем длина рядностей, начиная с самого левого Далее для 0, 0, 0 и 0, 2, для 1 наступаем от 0, 0, 0, 5, а в 7 получается в точку поставим И для 3 спид 0, 3 и снова также и усуем график Осталось здесь задачи решить Сейчас очень быстрее делаем, прилеподал Отсвечаемая величина C принимает три значения минус 1, 0 и 1 Нужно составить ряд распределений Ряд распределений как раз от различий, которые мы делали для различий И нужно найти математику Составить ряд распределений, если нам известно математическое ожидание и дисперсия Позвольте так, можете сделать Запишем, что нам известно про эту величину Надо принимать три значения минус 1 и 0 и 1 Но нам неизвестны вот эти рядности Поставьте здесь пока вопрос Вот, теперь математическое ожидание Мы просто по этой же формуле А, ну вот известно, что математическое ожидание 0 А дисперсия 0,5 Нужно найти вот эти значения Позначим их A, B и C Ну и здесь снова по формуле По формуле математического ожидания мы просто перемножаем То, что у нас есть, пускай они неизвестны Эти значения, мы нашли Уравнение связи между C и A коэффициентами То есть C, 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 A То есть C, C и A То есть так же, поскольку у нас известна дисперсия Для этой встречальной величины Выпишем формулу E То же самое, только можно Развести по разу Значения Если получается A плюс C Это равно 0,5 А, нет, именно 0,5 Да, мы подставляем эту формулу для дисперсии Атематическое ожидание К квадрата величины минус квадрата атоматического ожидания И вот это уже равно 0,5 Это у нас получилось второе уравнение При поиске неизвестных коэффициентов A, B, C Ну а теперь выпишем А, мы еще вспоминаем, что У нас сумма всех нижних столбусов должна равняться единиц То есть сумма всех рядов Это у нас получается третье уравнение Для поиска коэффициентов Ну и у нас все уравняется То есть это три неизвестных A, B, C И три уравнения для поиска Все спокойно решается То есть с первого мы находим, что A, C И с второго сразу у нас взаимодействует Это вторая скобка То есть мы находим, что A, C А, C равно 0,5 И, соответственно Ну, A, E, Z, A Да Значит, B, G, B В, B равно 0,5 Ну вот мы восстановили этот ряд Все, сделали все, что требует задачи Пока понятно все Нет, нет вопросов Вопросы идеально Ну все Возьмите у нас к шутеру Да, где? Ну вот, конечно, здесь 0,2,2 А, да, да Да, отпечатка 0,2 Ну вот здесь сам Ну вот, да, отпечатался Так, еще одна задачка 6,11 А задная функция распределения То есть здесь там можно Функция распределения Как бы вот этот график Который мы строили дальше Можно найти Противометическое ожидание дисперсии Ну, мы умеем использовать Противометическое ожидание дисперсии Когда у нас есть вот эта табличка А табличка у нас нет Теперь Здесь у нас такой вот этот график Ну, чтобы было удобнее То есть мы видим, из чего Полисуем этот график Который нам дан Русская контекса Вот он принимает Такие значения 0,3,3,3,1 И там 1,4 Если минус 1,3,2 3,4,2,3 И 1,3 И 1,3 И 1,3 И 1,3 И x больше 2 Вот Это распределение Случайной величины Типа ожидания И дисперсия Ну вот Вот этот график Так строим То есть у нас функция 1,0 При x меньше 1 Ну вот так Присуем линию Дальше И от 1 до 2 Нам принимает значение 1,4 Присуем линию Ну и заметим, что Вот я здесь как раз ставлю точки То есть Она видна, что 1,4 При x равно 2 То есть вот здесь точка есть Здесь точка где-то То есть сразу сделать что-то Вот так И опять же Нашу дайм Для всех Три четвертых Значит здесь ничего не нужно отсчитывать От какого-то Пократного места Здесь заново Значение функции Ставим Ставим точку Ну и с удовлетрял Вот Теперь по виду вот этой функции f Можно вас постановить То есть Ну и давайте Что здесь нужно писать Слезбол Что писать? Минусет на четвертый Нет, почему я не хочу прийти Не Ой, ой, ой Потом Потом А потом А потом А дальше Да, правильно Все Всем понятно получается Я беру сначала первую точку, вот как раньше делаю Для минуса единицы она четвертая То есть для функции измерения можно рассуждать так, что Если я хочу найти вероятность, с какой вероятностью у меня будет Реализоваться величина 3, то ее как нужно искать? Нужно искать значение функции справа от нее, минус значение слева от нее Вот как раз вот эта разница Ну и как правильно зрение у нас? До четвертая, до четвертая, до четвертая Ну и сумма всего нижних слепса у нас равна единице Все правильно считали Ну и дальше можно продолжать Уже три раз это сделали Мы отожидали дисперсию Давайте потерируемся, посчитайте Отожидали дисперсию У нас посчитали Аплодина У меня уже есть Продолжение следует... 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 Продолжение следует...